Приветствую всех онлайн зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпарим. Как всегда, начинаем с проверки связи, потому что в прошлый раз были проблемы. Давайте я даже в чат напишу. И если все нормально, тогда приступаем. Так, плюсики я вижу есть, так что давайте перейдем на рабочий стол. Как всегда, со всеми поздороваюсь еще раз. Как всегда, мы начинаем сначала с обзора тех новостей, которые будут сегодня влиять на рынок, потому что ими пренебрегать ни в коем случае мы не можем. Напоминаю, что до 23-го числа торговать на евро и на фунте, если у вас не депозит с четырьмя или с пятью ноликами, лучше не стоит, потому что маржинальные требования повысят риск работы на этих инструментах. Нам всех остальных интерес остается тем же самым, поэтому сегодня мы их обязательно разберем. Для тех, кто только начал смотреть данную аналитику, хочу сказать, может быть, некоторые моменты покажутся нестандартными, но привыкнуть достаточно быстро. Плюс самое главное, не нужно пытаться ничего запомнить, ничего записать, зафиксировать. Я в конце дам ссылку для того, чтобы вы могли все это скачать. Для тех, кто сейчас смотрит это в повторе, и у меня пока что нет возможности выкладывать повтор ВКонтакте, то просто напишите мне на почту, и я вышлю вам уже готовый сформированный профиль для метатрейдера. Так как мое изображение, как мы выяснили вчера, немножко мешало, я поэтому сейчас уже с экрана исчезну. И давайте тогда уже приступать. Я смотрю, что с вещанием у нас проблем никаких нет, у меня даже счетчик показывает, что у вас уже больше 10 человек, так что, скорее всего, у нас все хорошо. Итак, сначала смотрим на экономический календарь. Сегодня был протокол заседания Резервного банка Австралии, но в это время большинство из нас спали, поэтому смотреть сейчас туда бесполезно. А вот с приходом американцев, это примерно в 16 часов, также будут еще важные новости по Европе. Будет примерно через 7 часов выступление главы ЕЦБ Марио Драги. И сразу через час после него будет выступление главы ФРС Дженет Йеллен. Поэтому сегодня может более активно двигаться евро и все, что с ним связано. Ну а так как Дженет Йеллен может что-нибудь интересное высказать, то, соответственно, может начать изменяться сила доллара. Доллар, как мы знаем, он влияет фактически на все. А теперь переходим на наши основные инструменты. Индекс доллара вылез в очередной раз из диапазона то, что мы обозначили еще в середине марта. Это напоминаю для тех, кто только недавно присутствует на нашем мероприятии. 93.97 и 94.88. Если он за ним закрепляется, у него есть возможность стать более слабым, то есть сходить до ближайшего любимого угла. Вот он, там где я мышку держу, это 92.33. Но времени у него до 27.07. То есть если брать только рабочие дни, это еще 36 рабочих дней. Так что здесь он еще успеет несколько раз изменить характер своего движения. Но тем не менее вчерашняя свеча уже закрылась за уровнем. Поэтому первые предположения строить можно, если сейчас только завеса из... То есть просвет в облаках не появится или что-нибудь типа такого. Там захват за пояс или молоточек, если не нарисует какую-нибудь свечную конфигурацию, то возможность на ослабление у него будет. Если не вмешаются какие-то фундаментальные факторы. То есть пока что в глобальной перспективе маленькое ослабление доллара возможно. Сейчас посмотрим, что в более приближенном будущем. То есть тоже модель по любимому углу. С вами мы ее считали еще достаточно давно. Кстати, это можно смело уже удалять. Эта модель пока что себя не оправдала. Поэтому пока оставляем, чтобы вас это не смущало, или все убираем. То есть предыдущая модель еще была в черте где. По сути это было март 2016 года. И пока что она остается актуальной. Цена уже отстает немножко от времени. Но тем не менее мы уже видели подобные примеры с нефтью, когда модели работали и больше года. Но правда на более старшем таймфрейме. Сейчас после ГЭПа цена еще раз подошла к любимому углу 93.79. Фактически пункт в пункт с ним соприкоснулась. И сейчас стоит практически на месте между 93.47 и любимым углом. У нее есть еще время буквально так же поболтаться практически до 23 числа. Как раз 23 числа у нас будет референдум по Великобритании. Фунт входит в состав расчета индекса доллара. Возможно на увеличение волатильности, которая высокий потенциал имеет. Может и как раз качнется сам индекс и станет все более понятно. Самое главное, что мы не будем с вами пытаться угадывать, что же может произойти. Будем принимать решение уже исходя непосредственно из тех данных, которые у нас есть. Теперь из вот этой большой модели по любимому углу спускаемся на еще более маленькую, как обычно в размерах текущей недели и все. То есть по предыдущей неделе на эту неделю. Вчера с вами как раз ее обсуждали. После ГЭПа она дошла до расчетного значения. Его мы с вами вчера еще обозначали. Осциллятор предупреждал о том, что скоро уже процесс завершится. И на что стоит обратить внимание, что в рамках нескольких часов он все-таки может подняться. То, что мы вот здесь с вами обсуждали, это абсолютно никак не отменяется. Или то, что вот здесь обсуждали. Но какой-нибудь маленький локальный рост в рамках нескольких свечей может быть. Почему? Потому что мы очень часто с вами наблюдали такие примеры, когда цена три раза подряд бьется в один и тот же уровень, хотя бы немножечко она откатывается в подавляющем большинстве таких примеров. А у нас они фактически друг к другу вплотную стоят. Раз, два, три. Поэтому в течение сегодняшнего дня он может немножко вырасти. Ну, может быть, в рамках там 93-83 максимум. Вот. Возможно, как раз это произойдет, когда у нас Джанет Ельин что-нибудь скажет. И тогда станет уже все более прозрачно. Давайте даже на всякий случай 17 часов здесь отметим вертикальной линии. тому, что именно в это время она может немножко исказить данную ситуацию. Напоминаю, что новости мы отмечаем красными линиями для того, чтобы не путать их с вычислениями. То есть вот до этого времени что-то может быть еще поменяется. Или в само время, которое обозначено. На самом индексе мы, естественно, никаких сделок не совершаем. Но, по крайней мере, по нему мы можем судить, что движет той или иной валютной пары. То есть если евро-доллар растет, у нас либо евро укрепляется, либо доллар слабеет. Либо происходит и то, и другое. Но, по крайней мере, с помощью индекса мы можем определить уже более точно. Так, Павел задает вопрос. Сколько обычно дней приходится ждать, чтобы закрылся гэп? Ну, в подавляющем большинстве примеров, если гэп закрывается, гэп закрывается в течение этой недели. То есть если вот с субботы на воскресенье гэп произошел, ой, с пятницы на понедельник произошел гэп, то до пятницы новой недели обычно гэп закрывается в подавляющем большинстве случаев. Если же нет, то в дальнейшем вероятность все больше и больше угасает на то, что он закроется. Потому что гэпы бывают разные по своей природе. И некоторые из них отрабатываются чаще, некоторые реже. Я обычно стараюсь сделки на закрытие гэпа не использовать. Теперь переходим уже непосредственно на инструменты, на которых можно совершать торговые операции. Евро против американского доллара. Дневной график. Уже давно ждем, когда же он даст повод войти в рынок на долгосрочную перспективу. Но по-прежнему упирается. В любом случае у нас углы пересекаются 29 числа. 29 число это следующая среда. Наверняка сигнал до 29 у нас будет. Для вновь прибывших не путайте то, что здесь нарисовано с треугольником. К треугольнику в классическом понимании это не имеет никакого отношения. Так, теперь переводим на более маленькие таймфреймы, как обычно. Вот, вчера мы с вами обсуждали, что он нарисует какой-то максимум. Надо будет углы переставить. Вот как раз он уже и произошел. Я думаю, те, кто вчера были, сами переставили. Ну, на всякий случай, давайте сделаем вместе. Потому что, возможно, кого-то вчера не было. Небольшие у нас сбои в трансляции были. То есть, вот у нас сейчас уже есть новые значения улов. Кроме того, мы видим, что цена опять набирает свою силу, потому что она опять убежала в период времени. Поэтому, скорее всего, следующие импульсы в ближайшее время будут сильными. На этом можно будет неплохо заработать. Но я повторюсь еще раз, что если у вас депозит не насчитывает 4 нолика, то пока что до 23 числа от евро и от фунта, и все, что с ними связано, лучше, скорее всего, воздержаться будет. Следующий. Фунт стерлингов. Фунт стерлингов дошел до уровня по Chicago Mercantile Exchange, до 1.47. И как мы с вами вчера обсуждали, когда вот еще вот здесь был этот экстремум, мы вчера обсуждали, что нам нужно какое-то вот такое движение для того, чтобы начать рисовать модель по углам гана на рост. Пока что нам этого падения, к сожалению, не дал никакого. Рисовать по ближайшим экстремумам нет никакого смысла, потому что мы просто банально не сможем пользоваться этими углами. Потому что он их будет пересекать уже тогда, когда мы не сможем ими воспользоваться, когда рынок уже убежит достаточно далеко. А умничать по истории нет никакого смысла. Потому что мы в основном здесь собираемся для того, чтобы обсудить, как заработать, чтобы в том дальнейшем я мог увидеть в чате, что вы отписываетесь, кто сколько прибыли насобирал за предыдущий день. Что является самым лучшим подтверждением того, что мы с вами собирались не зря. Так что пока фунтика откладываем на сегодня, наверное, и на завтра в отдельный ящик, пока сидим, ждем. Теперь швейцарский франк. Он все-таки пробил. Мы с вами вчера этот момент тоже обсуждали. Реверсивный 1.1. Пошел вниз. Его осциллятор вот здесь, вот где я держу мышку, остановил, предупредил, что импульс, скорее всего, скоро выдохнется. Он, собственно, именно это и сделал. И движение пошло дальше наверх. Те, кто успели выскочить, я помню, повыскакивали. Давайте углы перенесем, скорректируем по новому экстремуму. То есть вот последний минимум, вот последний максимум. И рассуждаем абсолютно точно так же, как мы обсуждали этот момент ранее. Пробивает вверх, пойдет наверх. Какие цели, обсудим чуть-чуть позже, когда дойдем до квадратов. Пробивает вниз, не торопимся. Почему не торопимся? Потому что у нас есть зона консолидации приблизительно около 0.95756. И он уже несколько раз в нее бился. И так ни разу пробить и не смог. Потому что можно опять зайти, пройти пунктов 10. И потом рынок развернется собирать ваши стоп-лоссы. Поэтому здесь нужно будет просто дополнительная перестраховка. Или просто перейти после того, как пойдете на сопровождение по более маленькому таймфрейму. Или на 30 минутке, или на 15 минутке. Если рынок будет разворачиваться, осциллятор в любом случае вас предупредит. Можно даже взять тот, который я вам делал именно с приставкой AT. Давайте напомню. Вот у вас есть этот, это в раздаточном материале. Вот этот вот. Он позволяет ловить не только средние и крупные импульсы, для чего создавался стандартный осциллятор, да. Но и для того, чтобы ловить более маленькие. Так как там идет гауссовое затухание. Пока что сидим, ждем. Я вот даже смотрю, появились сообщения. Сергей пишет, по швейцарству стою с последнего пика. Замечательно. Вадим пишет, забрал японца на третьем касании. Плюс 56 пунктов. Отлично. Я сам лично японца немножко побаиваюсь в свое время. Хорошую пощечину от него получил сделку. Обычно по нему игнорирую. Но до японца сейчас буквально на следующем слайде уже дойдем. Так что мои поздравления. Обращаюсь к тем, кто только недавно пришел на мероприятие. У нас такая уже завелась небольшая традиция. Было бы неплохо услышать от тех, кто совершал вчера какие-то сделки. Результат в пунктах. Кто сколько взял. Потому что количество денег у всех на счетах разное. Поэтому в долларах сравнивать не совсем корректно получится. То есть проще всего указывать именно кто сколько пунктов вчера забрал. Как вот написал, например, сейчас Вадим. А я сейчас как раз перейду на японца. Так, Виталий задает вопрос. Где можно прочитать о вашей стратегии? Так, ну в первую очередь есть книжка. Просто для того, чтобы получить именно само понимание. То, с чего я начинал. Джеймс Ержик. Книжка называется. Модель. Цена. И время. Вот. И раз уж зашел разговор. Я вам сейчас покажу еще одну маленькую вещь. Смотрите, вот она наша страница, где сейчас вы все находитесь, да, в разделе обучения. Здесь еще есть расписание занятий. Давайте выберем город Ростов-на-Дону, откуда я сейчас веду свое вещание. И нажмем показать. Опускаемся в самый низ. И смотрите, что у нас будет 24 июня. Как раз отвечаю на вопрос Виталия. У нас будет семинар здесь, на котором будет рассматриваться одновременно две торговых стратегии. Потому что они очень похожи по своей природе. Марата Газизова, я думаю, все знают. Это человек, который не нуждается в представлении. Его торговый подход тоже является подходом в плоскости цена и время. Так же, как тот, которым пользуюсь я. Просто мы немножко с разных сторон на рынок смотрим на идеи. Остается абсолютно одна и та же. Поэтому, если будет интересно, можете зайти на данный семинар. А в дальнейшем я планирую сделать аналогично, так же, как сделал Марат, свой собственный курс именно по той стратегии, которую я использую. Просто там нужно упорядочить достаточно большой объем информации и представить его максимально просто. Потому что я не особо люблю умничать в некоторых случаях, особенно если это рассчитано на начинающего трейдера, чтобы это не отпугивало именно тех, кто начинает только торговать. Потому что торговля в плоскости немножко выбивает эскалиев на начальном этапе, когда возникают такие понятия, как цена обогнала время или время обогнала цену. Тут немножко ступор обычно начинается. На самом деле ничего здесь сложного нет. Просто у нас есть средняя скорость движения времени, ее вы все прекрасно знаете. То есть час длится всегда одинаково. А цена может за один час пройти 10 пунктов, может 100 пунктов пройти, может 1000 пунктов пройти. А если мы для нее устанавливаем среднюю скорость, приходящуюся на один бар, то она может ускориться, может замедлиться. Время всегда идет одинаково. То есть если у нас сегодня вторник, все могут на 100% сейчас со мной согласиться, что завтра будет среда. А после среды будет четверг и никак не заново понедельник. Вот именно на подобных соотношениях как раз и основываются все подобные методы. Не только те, которые я показываю, не только те, которые показывает Мурат. Есть еще тактика Адверза, также волны Эллиота частично относятся именно к этому. Волна Вульфа тоже классический пример подобного подхода. То есть это работа именно в плоскости. Когда мы вместо того пойдет цена вверх или вниз, мы еще начинаем говорить, цена пойдет вверх, вниз и еще когда она пойдет. Вот единственное отличие. Буквально пару раз еще посетите данное мероприятие и вы уже прибыльник. Я думаю, те, кто давно ходит, уже к этому привык и воспринимает это нормально. Думаю, можете даже подтвердить в чате при желании. Так, я буду... Так, вижу еще вопросы появились. Где можно скачать осциллятор 38 попугаев и как установить его в терминал? Скачать можно будет в конце мероприятия, я дам вам ссылку. Как установить? Напомните мне, пожалуйста, Марина, я покажу. Установить очень просто, буквально две кнопки нужно нажать. Так, а мы возвращаемся пока что к японцу. Японец... Точнее, не японец, а японка, получается, не дала нам флажок нормально использовать, как мы с вами еще вчера обсуждали, да? И медленно ходит то вверх, то вниз, но трендовая составляющая у нее пока что по-прежнему еще есть. Единственное, что не самым лучшим образом пока что на ней сказывается, это то, что вот здесь у нас был минимум, и этот минимум она не обновила. То есть, пока что медведи не настолько сильны, как они были сильны в 15-16 числе этого месяца. Поэтому сейчас мы обсудим на квадратах, до каких цен может это дело все сходить. Так, Алексей, где можно проверять уровни по Chicago Mercantile Exchange? Здесь информацией с нами делится один из участников семинара, Михаил. Вот, сейчас я его, честно говоря, не вижу. Вот, точно так же, как и всем остальным участникам нашей сегодняшней встречи, я обращаюсь к тем, что я всегда сторонник беседы, а не монолога с моей стороны. Поэтому, если у кого-то есть мнение какое-то альтернативное моему или взгляд с другой точки зрения, то есть, с какого-то другого метода, то, пожалуйста, можете сделать скриншот, кинуть ссылку, посмотрим вместе. Я буду только рад, если у нас будет постоянно завязываться именно такой диалог. А, ну это, собственно, вот Павел подсказывает официальный сайт Chicago Mercantile Exchange. Так, а мы смотрим дальше на новозеландца. Как мы вчера обсуждали, по новозеландцу был, по сути, самый простой сигнал. Там один или два человека его вроде вчера забрали. Да, сейчас мы ждем, когда он хотя бы немножечко еще откатится назад, для того, чтобы мы сделали то же самое. Напоминаю, что нам нужно. Нам нужен какой-нибудь максимум, для того, чтобы цена от него отбежала, для того, чтобы мы могли взять вот эту линию и просто взять вот так ее переставить. Так, чтобы цена вплотную на ней не сидела. Вот. Сейчас пока что никакого смысла в этом нет, потому что, по сути, самообманом будем заниматься. А это в наши цели не входит. Поэтому те, кто зашел еще вот отсюда, спокойно сидите дальше. Вы абсолютно пока что ничем не рискуете. Стопик можно вот сюда вот переставить на где-то 0.7095 или на 0.7090. И сидим, ждем, какие дальнейшие признаки у нас будут. Линия Ганна уже предупреждает, что, ну, особо сильно далеко он не собрался. Да, но пока что осциллятор еще запрета нам не дал. Так что можно еще посидеть, подождать. Те, кто предпочитают выжимать из позиции максимум того, что она может дать. Те же, кто не успел зайти, ну, сидим, ждем, чем дело кончится. Так, вижу, Сергей пишет сообщение. По доллар-иену не проанализировали. Давайте вернемся. Так, ну, давайте вернемся. Просто по иене тут особо анализировать нечего. Нам нужно будет дойти именно до квадратов. Вот когда мы до вот этого слайда дойдем, тут будет понятнее все намного, почему все так произошло. Но вот исходя из того, что мы пока видим вот здесь, у нас сначала была трендовая составляющая. Потом она перешла в канал с зоной условного касания. Потом был еще один импульс, он нарисовал флаг. Флаг, он, по идее, должен был продолжиться на такой же импульс вниз. То есть все потирали ручки, сидели, ждали как минимум вот такого же движения вот сюда, вот даже в экран не помещается. Это вот если просто как в учебнике рисовать, да, то получается мы могли ждать примерно вот такого движения. Особо осторожные могли бы вот этот момент пропустить, ждать, если бы он обновит минимум, то присоединяться дальше. По самым скромным вариантам это было бы в районе 190 пунктов. Ну, даже, черт с ним, 150 пунктов могло быть чистой прибыли. Но он буквально не то что пробил, он, можно сказать, прополз через бумажные зонтики. Эту границу перекинул, да, и дальше еще даже гэпнулся наверх. Потом пошло движение вниз, он не обновил минимум. Это первая ласточка того, что сильно вниз он прям резко не побежит. И сейчас опять начинается вот абсолютно тот же расклад, который был у нас с 6 числа и до 16 числа. То есть сейчас у нас диапазон здесь получается в 131 пункт. И по большому счету у нас не обновились максимумы, вот они, да, и не обновились минимумы. Поэтому сейчас получается у нас внутри трендовой составляющей опять появился небольшой фрагмент плоского рынка. И для тех, кто ну очень сильно любит иену, можно взять и нарисовать еще один точно такой же вариант. Как видите, у меня канал с зоной условного касания рисуется автоматически, потому что я каналом Fibonacci не пользуюсь. Я его переделал под свои корыстные цели, для того чтобы мне каждую линию в отдельности хватило пару раз нарисовать. После этого никаких желаний рисовать ее заново у меня уже не было. И соответственно уже, если он зайдет за вот эту линию, за 102.93, то трендовая составляющая возвращается и иена продолжает падать. Если он зайдет за 105.433, то появляется трендовая составляющая уже наверх. Пока он будет болтаться то здесь, то здесь, то сильной направленности нет и придется работать на более других, более серьезных таймфреймах. Так, Любовь пишет 565 пунктов по иене. Ну, это очень круто. То есть это, я так понимаю, еще где-то вот отсюда забрать успели. Но это явно заслуживает уважения. Ну, давайте на всякий случай вам заштрихую сам диапазон. Вот он, зона условного касания здесь и зона условного касания здесь. Но, что здесь получается, сам диапазон имеет ширину всего лишь 25 пунктов. То есть тут поживиться смогут только скальперы и все. Но, на мой взгляд, лучше работать все-таки с трендовыми элементами. Так, Андрей задает вопрос настройки канала Fibonacci. Ну, они у вас, собственно, будут, когда вы скачаете мою ссылку, у вас они уже будут настроены с моим рабочим столом. Но на всякий случай можете записать. То есть 0,5, 0,1, минус 0,1, минус 0,5, минус 0,9, минус 1,1 и минус 1,5. У меня есть подробная картинка с инструкцией, как его настраивать. Поэтому, если нужно, на почту мне напишите, вот она у вас здесь перед вами, просто тему письма напишите, канал Fibonacci. Ну, канал Fibonacci это не совсем правильно, то есть оно к Fibonacci вообще никакого отношения не имеет. Напишите просто схема канала, я пойму, я вам в ответку скину картинку с описанием. Потому что вот подобный подход, он для Форекса лучше подходит, потому что таких красивых каналах, как в учебниках 50-60-х годов, на Форексе вы практически никогда не увидите. То есть вот такой вот прям ровный заборчик, как обычно рисуют в учебниках, он фактически не бывает. Ну, что далеко ходить, вот посмотрите вот сюда. То есть это плоский рынок с слабой направленностью вниз. Так, новозеландца мы посмотрели, следующий идет австралиец. Мы с вами вчера рисовали новую модель. Здесь, если бы мы смогли это сделать раньше, у нас бы вот тут был бы сигнал на покупку. Ну, так как сами себя обманывать мы не будем, поэтому сидим ждем, когда будет хотя бы небольшая коррекция, маленькая, вниз. Тогда мы возьмем вот этот угол, его перенесем вот сюда вот. Его, в принципе, можно даже прямо сейчас перенести. У нас уже сколько? Раз, два. Да, уже фрактал есть, можно перенести сейчас. И переносим на минимум, вот сюда. В какую сторону пробивает, туда мы, соответственно, и идем. А какие цели нам для этого будут выставлены, мы сейчас буквально начинаем с следующей закладки. Итак, евро против американского доллара после вот этой зверской дивергенции дошел до расчетного уровня 1.13822. Немножко по времени, получается, опередил момент развороток. Ждали его чуть-чуть позже, где-то в районе 12 часов. А он в 7 часов остановился и пошел в обратную сторону, откатился до 1.13479. У него была возможность развернуться. Маленький разворот сделал, потом развернулся по цене и опять сконсолидировался на 1.13135. Вопрос, что делаем дальше? Дальше ждем 12 часов. Потом сюда нужно также поставить выступление Марио Драги. Это значит 16 часов лишняя информация здесь не будет. Вот так вот. То есть где-то между вот этими временами у нас может измениться характер движения рынка. А так, скорее всего, именно после этого он может начать двигаться дальше вниз. Если он пробивает 1.13135, то может сходить вниз. Какие цели? Цели, как всегда, через 1. То есть вот так. Если не пробивает, то мы с вами завтра выделим вот этот уровень и вот этот уровень. Как наиболее важно, из пробития их уже будем заходить. Так как у нас всего было по одному соприкасанию, мы пока что еще подобные вещи делать не можем. Но предварительные уже расстановки вариантов у нас есть. Остается только подождать, что дальше будет происходить вот между, скольки там не вижу, между 12 и 16 часами. Там сразу будет уже все понятно. Теперь переходим на всякий случай для скальперов. Ну, я думаю, вряд ли на 15 минутках сейчас кто-то торгует чисто из теоретических рассуждений для того, чтобы могли потренироваться просто, например, визуально, где бы зашли, где вышли. То есть сейчас по времени он развернулся, остановился на цене. Поэтому раз не произошло пробития ни на предыдущем временном интервале, ни на этом временном интервале, то выделяем ближайшие уровни, которые ему следует преодолеть для того, чтобы начать дальше двигаться. И только потом от них работаем. Ну, исходя из изменения маржинальных требований, я думаю, вряд ли кто-то из вас сюда со сделками полезет. Так, фунт против американского доллара. Сейчас стоит, получается, он прошел расчетное значение 1.46826, и рядом с ним был уровень под Chicago Mercantile Exchange. То, что нам предоставил Михаил на 1.47 ровно. Да, то есть как раз два уровня, когда стоят вместе, они всегда имеют значительно большую важность. Далеко ходить не надо за примером. То, что происходит прямо сейчас, и то, что у нас было вот здесь, 16-го числа. Вопрос, что может произойти дальше. То есть, если доллар станет по какой-то причине более сильным, то он отбросит фунт немножко вниз на 1.45, где-то 759. Если же мы с вами вот здесь вот уже смотрели, что он может здесь вот так вот ходить, но в потенциале может еще немного упасть вот до вот этого уровня. Ну, как раз к 23-му числу, то в случае ослабления индекса доллара мы здесь увидим то, что фунт, котировка фунт, так, стоять назад, вот так. Что котировка фунт против американского доллара за счет доллара может потянуть наверх. Вопрос, до каких пор потянуть наверх. Цель у нас всегда строится через один уровень. То есть, вот сюда. На 1.5 ровно. Но, еще раз повторяю, что здесь очень большое влияние будет оказывать референдум. И, скорее всего, лучше просто посидеть в сторонке, потому что здесь можно нарваться на здоровые тени и, как бы, ничем хорошим весь этот процесс, скорее всего, не закончится. На 15-ти минутках, по сути, он уже бился вот два уровня, поэтому мы их сразу можем выделить. Смотрим. То есть, первый уровень это 1.47.178. Сейчас для нас это только теоретически интерес несет, потому что вряд ли кто-то в этот рынок зайдет. Но, получается, если он сейчас пробивает верхний, пойдет на 48.237. Если пробивает нижний, то первая цель, об которой он уже два раза спотыкался, это 45.695 и потом 44.847. Напоминаю, если все-таки Британия примет решение отделиться от Евросоюза, то это может достаточно сильно по фунту ударить. По котировке фунт-доллар и она потянется на нисходящую тенденцию. Так, швейцарский франк. Мы с вами обозначали уровень, об который она, если коснется, то в любом случае она даст сигнал в случае отбоя или в случае пробоя неплохой. Но пока что она нам этого не дает. Движение относительно небольшое. Единственное, может быть, кто-то по времени вот с этой макушке успел вскочить. Да, сделка получилась хорошая. Пока остальные ждем. В ближайшее время у нас сегодня 21.00. И не забываем, что у нас еще выступает Дженет Елен в 17 часов. Поэтому это время тоже стоит обозначить. Где оно? Вот, в 17 часов как раз вблизи с расчетным. И на фунте я тоже забыл поставить 17 часов. Вот так. Так, теперь вот то, что спрашивали насчет иены. Так, Владимир спрашивает по канадцу. Можно немного? Да, сейчас до канадца дойдем. Канадец у нас вот он сидит через 3 пункта от того, что мы рассматриваем сейчас. Так, японка. Японка вот вчера развернулась просто идеально. Даже не вчера, а сегодня ночью развернулась. То есть она дошла сначала до верхнего уровня, который мы с вами обозначили. 104.831. Отскочила назад. Пролетело даже 2 цели. Да, у нее хватило времени для того, чтобы попытаться сходить еще. Уперлась в расчетное время, в расчетную цену. То есть те, кто относительно недавно смотрит данную аналитику, можете взять в качестве примера. То есть вот такой случай. Просто как скриншотик сохраните. И аналогичный пример был относительно недавно вот здесь. То есть такое периодически случается. Это одни из самых сильных сигналов. Когда цена и время дают абсолютно синхронный сигнал. Когда она приходит в заданную цену в заданное время. Ну и произошел отбой наверх. Да, и вот конкретно сейчас она отработала как раз свою цель. Она сходила через один уровень в сторону от отбития. То есть это получается 81 пункт. Те, кто караулил, кто ночью не спит. Или кто у нас на востоке нашей страны живет, ближе к Японии. Кому удобнее торговать по ней. Те, скорее всего, эту прибыль забрали. Если есть те, кто по времени иену схватил, я буду очень рад в чате это от вас сейчас услышать. Так, следующий австралиец. Австралиец рисовал зверскую дивергенцию. Поломал ее пока дальше ползет наверх. Это признак того, что медведи сейчас явно доминируют. То есть когда рынок ломает дивергенцию больше, чем из двух элементов. Это значит, скорее всего, все это дело рано или поздно закончится разворотным клином из классических инструментов графического анализа. И пока что, раз он зашел за 0,74,696, вот тот, у которого я мышку сейчас держу, да, то у него есть возможность приподняться еще выше до 0,75, 0,78, до 16 часов. Напоминаю, у нас по времени Америка в 17 часов выпускает данные. Как раз у нас расчетное время и практическое уже из списка новостей фактически стоят рядом. Напоминаю, у нас погрешность в расчетах, как правило, составляет две свечки влево-вправо. Поэтому мы всегда, рассчитав время, мы смотрим, какие новости в радиусе двух свечек влево-вправо будут выходить, которые могут повлиять на данный инструмент. Ну, вот вам, кстати, наглядный пример. И еще один для тех, кто относительно недавно ходит, опять же, пример разворота по цене, по времени. Когда цена бьется об уровень по цене и об уровень по времени в один и тот же момент. Просто в качестве наглядного примера, потому что иногда, когда ищешь, сразу не находишь, а иногда они прямо перед глазами сразу сидят. Поэтому те, кто по евро, ой, по австралийцу заходили, сидите дальше. Те, кто сейчас вне рынка, сейчас входить поздно, потому что нет никакого смысла риск слишком большой, а вот ближе к 17 часам, вот там может быть веселее. Почему? Потому что он может подняться и вот здесь сделать абсолютно то же самое, что он делал вот тут, только зеркально. Тогда стоп будет микроскопический, а потенциальный профит, как обычно, отсчитаете через один уровень. То есть вот сюда на 0,74, 438 это где-то 65 пунктов. Ну, 65 не заберете, в лучшем случае там где-то может быть 60 или 55, но внутри дневная торговля это вполне нормально допускает. По новозеландцу гивер очень слабо отработался, потому что здесь опять же был разворот и по цене по времени, два уровня остановили падение. И сейчас цена, получается, барахтается между двумя уровнями, диапазон между ними в 35 пунктов всего-навсего. Поэтому, скорее всего, до 21.00 или до выхода времени по Америке в 17 часов ничего интересного здесь мы не увидим. Поэтому пока не пробьет вот этот или вот этот, его лучше не трогать. Потом уже, соответственно, с пробития делаем импульсное присоединение по тенденции дальше. Так, был вопрос по канадцу, вот мы как раз к нему сейчас дошли. Получается, он зашел за уровень по Chicago Mercantile Exchange, остановился за ним сразу по времени и по цене на расчетном значении 1.27. 1.897. Получается, после вот этого стремительного роста начинается откат назад. Опять же, давайте посмотрим, так как у нас начался откат индекса доллара, то есть доллар стал более слабым, так как доллар у нас стоит в числителе, он потащил котировку, соответственно, вниз. Поэтому, те, кто любят канадца, оглядывайтесь периодически на вот этот инструмент. Если он пойдет обновлять вот эти вот минимумы, он потащит котировку с канадцем обратно тоже вниз. У вас будет такой дополнительный индикатор, можно сказать, с подсказкой, как доллар будет влиять на саму котировку с канадцем. Поэтому внимательно смотрите. Сейчас он, скорее всего, немножко отойдет наверх, и у вас будет опять ситуация с третьим касанием. Если он пробивает с третьего касания один двадцать семь восемьсот девяносто семь, то лететь ему, значит, дальше либо на двадцать семь триста сорок три, либо на двадцать шесть шестьсот четыре. Если же отбивается, то идти наверх, ну, особо недалеко, на один двадцать восемь двести шестьдесят шесть. Поэтому я вам вот этот уровень выделю, на котором он, по сути, сейчас сидит как наиболее важный. Когда он от него отойдет, на него стоит обратить особое внимание. Примеров с третьим касанием я приводил уже достаточно много. Я специально стараюсь не удалять все предыдущие расчеты, для того, чтобы те, кто недавно к нашей компании присоединился в обсуждении валютных пар, чтобы вы могли проследить именно логику. Ну, плюс ко всему, все есть еще на ютубе. Дальше, золото, модель, это нам пока что уже не нужна. Вот, новое, то, что просили. Я не знаю, мне кажется, углы все-таки здесь немножко мешают. Если будет нагромождение, скажете, я уберу. Вот, мы подошли к уровню в 1303-932, рядом с ним уровень под Чикаго 1300, пробить он его не смог, пошел назад. И, по сути, у него ближайшее время разворота, это 24-е число. То есть, если золото вдруг подешевеет, то 24-го оно снова сможет начать расти. Если оно сейчас даст какой-нибудь рост за 1300, 24-го оно может изменить характер движения на обратное. Обратное. Напоминаю, у нас погрешность в две свечки. То есть, если у нас 24-го расчетное значение, то есть, между 22-м включительно и 28-м включительно, по золоту может что-то произойти, что изменит характер его движения. Поэтому на новости, связанные с этим ценным металлом, обращайте внимание. Сейчас пока именно долгосрочных сделок ловить нечего. Никаких абсолютно. По часам у нас есть уже несколько ударов в один и тот же уровень расчетный. Это 1278-811. Ну, кстати говоря, насчет примеров о третьем касании. То есть, у нас было, смотрите, раз, два, три улетел от предыдущего. Раз, два, три улетел. Вот именно о подобных сделках я обычно всегда и предупреждаю. Они очень удобны тем, что у них буквально малюченький стоп-лосс. Они отрабатываются либо сразу, либо никогда. Поэтому, если вы в такие сделки входите, буквально через одну-две свечи вы уже должны сидеть в плюсе, в безубытке. Поэтому самая минимальная нагрузка на нервы и соотношение прибыли бы так обычно зашкаливает. Ну, так как здесь уже поезд ушел, соответственно, в 20-го в 14 часов то, что было на истории умничать, смысла нет. Выделяем этот уровень как наиболее важный, об который цена обилась. И недавно она не смогла преодолеть значение в 1294.877 после того, как она гэпнулась вовнутрь. Мы бы могли выделить этот уровень, если бы не значение под Чикаго Mercantile Exchange в 1300. Поэтому расширим диапазон в 1301-303, для того, чтобы случайно не нарваться на маленькую тень, которая пойдет собирать стопы. Так что выделяем два вот этих уровня и работаем стандартно. Пробивает вниз, идем через один вниз. Пробивает вверх, идем через один вверх. Ближайшее время, когда что-то может измениться по своему характеру, это 20.00-21 числа. Плюс для тех, кто любит торговать внутри дня, на счет третьего касания ничего не изменилось. Если он подойдет, сделает вот такой вот идеальный вариант остановки, то опять же можно будет встать в покупку со стопиком сразу же прямо за этим уровнем, с очень маленьким стопиком и профитом через один наверх, то есть на 1, то есть 1294.877. Для тех, кто любит торговать внутри дня, для этого нужно поглядывать на рынок хотя бы раз в час или раз в два часа, например, с того же мобильного телефона. Те, кто заглядывает в рынок, допустим, один раз утром, один раз вечером, здесь может времени не хватить, вы не успеете зафиксировать прибыль. Поэтому это только те, у кого достаточно свободного времени могут себе позволить. Так, золото на 15 минутках. Так, мы видим, по времени разворот был, пошел вниз, прошел 2 ценовых уровня, сейчас по времени может образоваться новый фрактал, может пойти наверх. Поэтому здесь скальперы могут свое тоже забрать. Ну, по золоту, я думаю, мало кто на 15 минутках работает, просто на всякий случай эти данные привожу. Кстати говоря, здесь тоже, смотрите, раз, два, три, ушел наверх. Так, австралиец на днях ничем нам не поможет. Рубль на днях по-прежнему та же тягомощина, какая и раньше была. Он в очередной раз вышел стойко, укрепляя рубль в котировке. Ниже любимого угла 65-24. У нас рядом здесь есть один из углов ускорения. Это даже не 2.1, насколько я помню. Эта модель существует уже черти сколько времени. Еще в 2014 году рассчитывалась. Но по-прежнему остается актуальной. То есть даже если он упадет вот сюда, это не значит, что изменилась тенденция для роста котировки доллар-рубль. То есть он потом после этого все равно может вернуться назад. Мы такое уже с вами видели. К тому же рубль это сырьевая валюта, он за ручку ходит с нефтью. Поэтому и кто будет торговать на рубле, внимательно следите именно за этим инструментом. То есть сегодня я бы его вообще не трогал до тех пор, пока мы не убедимся, что он наконец-таки вылез из этого диапазона. Потому что тому, прям как маслом намазано, этот диапазон между любимыми углами 65-24 и 66-78. Мне их уже надоело на каждой аналитике каждый раз называть. Так что пока что посидим подождем. Нефть. Новая модель по времени, то что мы с вами обсуждали в начале месяца идеально развернулась. Пошла вниз, остановилась между двумя любимыми углами. Для тех, кто недавно в нашей компании, напоминаю на всякий случай, что когда мы рассматриваем модели и у цены есть два любимых угла, я их всегда разными цветами обозначаю. То есть желтый, например, и синий, и желтый там морской волны как-нибудь. То любое значение между этими углами может стать уровнем поддержки и уровнем сопротивления. Тогда можно даже ввести такое понятие, что у рынка при рассмотрении с этой точки зрения нет уровней поддержки и нет уровней сопротивления. Есть зоны поддержки и зоны сопротивления между любимыми углами. То есть также можно было бы вот здесь ее выделить, можно было бы вот здесь выделить и так далее. Ну и так будет дальше. То есть я здесь посчитал ее практически до 100 долларов за баррель и до конца 2017 года на всякий случай. То есть если она действительно будет расти, она для нас будет актуальна. Так, вижу, Павел пишет сообщение. Набиулина или кто-то из министерства уже забыл. Заявили, что рубль уже всего на 30% зависит от цены на нефть и приняли коридор 6366 по цене нефти. Не ниже 40 долларов. Ну, не всегда совпадает то, что объявляют в средствах массовой информации, но, опять же, для нас было бы наиболее комфортно, если бы нефть уже ниже 50 не падала. А лучше бы, если бы нефть поднялась где-то за 55. По крайней мере, такие раньше были заявления. Но здесь мы уже с вами видели много раз, все по 10 раз менялось. Поэтому те, кто любит торговать на рубле, еще раз призываю вас быть максимально внимательными к рынку энергоносителей. Потому что в ближайшее время рубль вряд ли вернется к 27 рублям за доллар, как это было раньше. Будем привыкать именно к новым условиям. Так, еще вижу, Павел пишет дополнение, но при этом видно, как валютные резервы растут для поддержания курса доллара при ее росте. Но мы видели, что наш Центробанк, если захочет, он расстегивает толстый кошелек и может рубль достаточно хорошо поддержать. Потому что мы с вами рассматривали уже этот пример. Давайте даже вернемся вот здесь, когда начался резкий спад. Вот здесь вот. Начался он, получается, в начале 2015 года. И вот здесь, по сути, вмешивалось государство. И рубль укреплялся с такой скоростью, что даже нефть и доллар на него настолько сильно повлиять не могли. То есть вот в этот период рубль был самой быстро укрепляющейся валютой в мире. Но, естественно, мы не можем деньги в паровозную топку очень много кидать. То есть рано или поздно они могли бы закончиться, поэтому потом его все-таки отпустили и он полез дальше. Ну, по крайней мере, его смогли сдирать. Пока модель все равно остается актуальной. Если посмотреть на угол 1-1, 1-1 у нас еще аж вот только вот здесь. Поэтому пока у нас рубль не упадет вот сюда вот хотя бы, мы даже не будем рассуждать о том, что возникла тенденция на падение. Потому что, как видите, было зверское ускорение и до тех пор он даже не вернулся к 2-1. То есть 2-1 это только вот этот угол. То есть это стандартное ускорение. Мы пока что находимся в стадии даже нестандартного ускорения относительно той модели, которую мы рассматриваем. Так что даже откат, если у нас рубль к 60-ти упадет, это не повод говорить о том, что он в глобальном плане собрался падать. Если только не перейдем на более маленькие таймфреймы. Так, фунт. Фунт, получается, мы с вами обсуждали момент, что если он не зайдет за 1-2, будет хороший отскок. Ну, вряд ли кто-то его забирал, потому что не самые удобные сейчас условия для торговли. Остановился он на расчетном значении 1.47.102. Ну, если бы не вот этот референдум, а стандартный вариант торговли, да, то у нас, во-первых, третье касание здесь получилось бы, да. Во-вторых, у нас рядом временной уровень. В-третьих, у нас уже осциллятор показывает движение вниз. Поэтому можно было бы сказать, что, может быть, в ближайшие 1-2 дня будет маленький откат вот сюда вот на 1.45-1.52, а потом дальше, соответственно, рост. Но ввиду того, что здесь все будет зависеть от политики, от того, отделятся они или не отделятся, поэтому здесь какие-то предположения строить нет никакого смысла. Швейцарский франк медленно начинает отрабатывать тот флажок, который мы с вами обсуждали, но лично меня беспокоит то, что ни одна свечка не закрылась за минимумом в 0.95-787. Поэтому те, кто заходили, рекомендую перелезть на более маленькие таймфреймы и сопровождать сделку именно там. На том же, например, часовом графике вам в любом случае осциллятор будет подсказывать, когда стоит подталкивать стоп-лосс ближе к цене. Ну вот, собственно говоря, и все. Мы даже с вами успели все обсудить. Если есть какие-то альтернативные мнения, пожелания, предложения и так далее, то прошу в чате это высказывать. А я сейчас вам сделаю ссылку. Кстати говоря, те, кто были у меня на семинаре по бинарным опционам, если хотите, я в раздаточный материал индикатор 3B включу. Если кто-то пользуется, то я пока что его на предыдущем семинаре в качестве теста раздал, чтобы народ посмотрел, сказал, кому что нравится, кому что не нравится, который предупреждает, что происходит заход за 3 сигма. Поэтому, если нужно будет, то пишите, я в раздаточный материал добавлю. Так, а я пока создаю стандартный набор инструментов, который нам нужен. Называться он будет архив 21.06.2016. Если вы смотрите в записи, значит, нужно написать мне на почту, я пришлю вам уже ссылку. Так, сейчас. Не сохранены еще данные. Давайте перейдем на пустой график. Вот так. Все сохранилось. Все есть. Так, Сергей спрашивает, когда вы начнете проводить курс по своей системе? Ну, тогда, когда его утвердят еще, это тоже займет определенное время. Я надеюсь, что уже в августе или в сентябре нужно еще на нужное количество занятий его разбить. То есть, я думаю, чтобы это было отдельное занятие по квадрату, несколько штук, и отдельно по углам. Потому что так это может затянуться на достаточно большое время. Мне бы не хотелось, чтобы он был именно таким теоретическим курсом, потому что мы все-таки здесь собираемся ради практических именно целей. Так, ну, я вижу, что уже пожелания появились. Вот Антон написал, что включить. Значит, индикатор называется, как всегда, те, которые я делаю с приставки EER. Вот, а называется он три буквы B, то есть Bollinger Bands, первая B, и еще одна B обозначает бинарный, то есть бинарный апселон. По сути, тот же самый Bollinger, только добавлена функция с алертами. Пока что алерты не отключаются. В следующем раздаточном материале будет уже с отключающимися алертами. Ограничений практически нет. Работать будет и на демо счете, работать будет на реальном счете, на тестовом счете. Единственное отличие, он будет работать только на метатрейдере от нашей компании, от Alpay. На других метатрейдерах работать не будет. Это единственное ограничение. Так, все, файл готов. Сейчас закину на облако. Так, вот еще задают вопрос, как восстановить индикатор 38 попугаев и где взять раздаточный материал. Сейчас дам, я его еще не закончил делать. Мне нужно сейчас на облако его закинуть, и я все покажу. Так что я, в любом случае, у вас никто не бросает. У нас еще 10 минут есть, сейчас все сделаем. Так. Давайте я вам пока красивые картинки посмотрите, пока у меня еще установка идет. Так, 21. Так, все, ссылка готова. Сейчас в чате можете ловить. Вот, забирайте. Готово. Теперь, как восстанавливается весь раздаточный материал. Смотрите, вы скачаете... Давайте я, допустим, вот это предыдущее было, он нам уже не нужен. Допустим, вы сейчас вот по моей ссылке прошли то, что я вам дал, и вы скачали архив. Вот, 21.06.2016. Вы в него заходите, в этот архив. Вот, здесь есть информация о клубном дне с Маратом Газизовым, то, что у нас в Ростове будет 24 числа, пятницу. Для тех, у кого есть проблемы с дисциплиной, пустой вариант дневника трейдера, здесь есть инструкция, как устанавливать, если вдруг запутаетесь. Вот. Нам нужно зайти в «Разархивируй меня в каталог данных». Здесь будет две папки. Вот мы берем их, выделяем. Включаем метак. Файл, открыть каталог данных. Вот мы попадаем во внутренности вашего метатрейдера. Метатрейдер выключаем. После этого просто берете вот так эти две папки сюда и переносите. Он скажет вам, что знаете, такие папки уже здесь существуют. Сейчас вот такое сообщение. Вот. Вы говорите, да, знаю, все заменить, все, даже при совпадении имен, все поменять. И после этого запускаете ваш метатрейдер. Сейчас я у себя его тоже запущу. И покажу, что у вас за это время успеет появиться. Сейчас метак загружается уже. Так, есть. И после того, как вы его запустите, у вас вот здесь появится аналитика от Ершова. Или вот так, файл, профили, аналитика от Ершова. Так вы на нее нажмете, она начнет подгружаться. Вместе со всеми окнами, со всеми индикаторами, со всеми линиями, со всеми скриптами, со всем абсолютно все, что было сегодня на данном мероприятии. Поэтому задача существенно упрощается. Вот, а я посмотрю сейчас, получилось ли у вас у всех скачать по ссылке. А, ну вот я вижу, уже 48 человек забрали. Так что давайте для тех, кто в повторе смотрит, я просто выпишу, вы перепишите с экрана ссылку. Вот новая ссылка, по ней можно взять. Так, ну у меня тогда, по сути, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Всем удачи, побудного тренда. Надеюсь, завтра увидеть ваше сообщение о прибыльных сделках. И будьте очень внимательны с евро и с фунтом и всеми кроссами, которые с ними связаны. Так как на них сейчас риск увеличен. Всем до свидания. Увидимся на других семинарах. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok